Будда понимал, что если он не проявит определенное сострадание, то этот парень прям совсем плохую карму накопит против своей матери. То есть, если он собственную мать убьет, то прям вот совсем жестко будет. И тогда он перенесся в этот регион, где убивал Ануглемала, принял облик обычного монаха-подвижника и появился между матерью и Ануглемалой. Ануглемала тогда переключил фокус внимания на Будду и побежал за Буддой. Но Будда не выглядел тогда как Будда, он выглядел обычным брахманом. И Будда начал от него уходить. И Ануглемала не мог понять, что происходит. То есть, он изо всех сил бежит за этим уходящим человеком, а не приближается человек. Он ему кричит, эй, брахман, постой! Ну и, соответственно, тот поворачивается и говорит, я-то стою, ты попробуй остановиться в своих деяниях. Слово за слово, Будда ему сказал, что он делает совершенно непотребные вещи. И тогда он проявил себя в облике Будды. И когда Ануглемала увидел Будду как Будда, он просветлел. А Будда ему объяснил, говорит, пойми, ты сейчас выполняешь ложное наставление своего учителя. То есть, тебя обманули. Задумайся, что ты делаешь. Ты, к сожалению, сейчас накапливаешь карму. И Ануглемала, в общем, претрезвел слегка. Будда дал ему определенное наставление. И когда Ануглемала принял прибежище в Будде, то есть, он стал учеником, то произошла классическая вещь, которая периодически случалась среди учеников Будды. Если сильная кармическая связь у Будды была с этим человеком, то когда человек становился монахом у Будды, у него выпадали на теле все волосы. То есть, просто выпадение волос мгновенное происходило, как сброс кармы. По Юрведе, кстати, считается, что волосы накапливают карму человека. И самую негативную энергетику, эти плотные структуры, которые у вас есть, они в себе аккумулируют самую плотную энергетику. И поэтому при каких-то тяжелых заболеваниях или, как это называется, при сложных ситуациях волосы на теле человека действительно могут выпадать. И, в принципе, среди учеников Будды так часто бывало, когда приходит какая-то группа монахов становиться монахами, соответственно, они принимают определенные обеты, выслушали, и в этот момент у всех они как-то перерождаются практически. Ну все, начинает он жить среди общины, но не просто жить, а у него начинает проявляться карма. Его закрыли и закрыли в одном из таких каменных сооружений, где была металлическая дверь, чтобы человек точно не убежал. Такая жесткая дверь. И Анублемала там стал переживать, ну не самые лучшие времена, что эта дверь накалялась до красна. То есть вот та карма, которую у него он успел накопить, она проявлялась в форме физического жара такой силы, что дверь накалялась до красна. И когда туда царь Пасинаджит попытался вставить ключ, ключ расплавился. Ну то есть можете представить, какой там жар возникал в этот момент. Кто из вас замечал, как трудно иногда сдержаться в чем-то? Вот ты какую-то несправедливость, какое-то насилие по отношению к себе, это же очень трудно сдержаться. То есть у тебя все, да я сейчас как сделаю тебе так же. Так правильно? И вот если человек продолжает в этой парадигме око за око жить, он не устраняет карму. Это передача, новый, 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 новый виток кармы, бесконечный может быть. И только в том случае, если к тебе проявляется карма, а ты проявляешь качество не ненависти, а сострадания, не злобы, а любви. Вот этот христианский термин подставь другую щеку, в нем глубочайший смысл. Именно глубочайший. Конечно, это очень трудно, но так это и не для всех. Сможешь ли ты, потому что есть направление, ну извините, можно сказать воинствующих христиан, такие тоже есть. Есть воинствующие буддисты, которые буквально готовы там с палками отстаивать свою правоту. Ну вот у них такое мировоззрение. Но по факту, если вы зрелый практик, то желательно коллекционировать и пестовать свои духовные достижения, а не жить по инерции и не творить принцип око-за око, который уже устарел давным-давно. И от него по факту, по текстам лучше отказаться. Тогда карма не будет увеличиваться, а будет уменьшаться. И опять-таки, вот почитайте в джатаке. В джатаках часто проявляется, когда терпение — это фундамент. Крайне редко, когда Будда рассказывает в джатаках, и он всегда использует такую фразу. Когда я еще был непросветленным бодхисаттвой, вот это очень важный термин — непросветленный бодхисаттва, то он тогда мог накапливать тоже какую-то карму, кого-то убивать. Но он так и говорит — я был непросветлен, я установил кармическую связь, и потом это все разрешилось уже совсем другим образом. Но в той жизни я кормовал. То есть бодхисаттвы действительно кормуют периодически. Кормуют — это накапливает карму. Поэтому если есть возможность — терпите. Хотя это иногда очень сложно. Прости. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...